всем привет меня зовут зимфира добро пожаловать на мой канал на канал zi хендмейт это вторая часть видео мастер-класса влюбленные обезьянки и так давайте продолжим наше вязание и так провязали 8 рядов без изменения каждом ряду по 22 столбика без накида я даже еще немного наполнила наполнителем вот в этих местах наполнитель я не наполняла чтобы усаживать игрушку опирая на что-либо и продолжаем следующем ряду вяжем 3 столбика без накида 123 далее вяжем одну бабочку провязываем 2 петли вместе за передние стеночки так повторим еще три раза и закончим этот ряд двумя столбиками без накида провязали новый ряд отметили в следующем ряду будем вязать ручки для начала провяжем 1 столбик без накида далее берем ручку и прикладываем к туловищу так чтобы переход цветов оказался на внутренней стороне далее провяжем ручку и туловище вместе тремя столбиками без накида первый столбик без накида второй столбик без накида и третий столбик без накида далее вяжем 6 столбиков без накида по туловищу 126 берем вторую ручку и точно так же там где были переход цветов чтобы она смотрела на внутреннюю сторону прикладываем к толщу и провязываем тремя столбиками без накида и до конца ряда вяжем 5 столбиков без накида 15 отмечаем новый ряд следующем ряду вяжем 9 у бабочек подряд провязываем две петли вместе за передние стеночки повторим так до конца ряда и всего это у нас получится 9 у бабочек итоговое количество петель нас должно получиться девять провязали новый ряд отметили еще не много до заполним наполнителем все игрушку наполняем средней плотности но грудную часть и шею наполняем достаточно плотно чтобы голова обезьянки была устойчивой далее вяжем 3 столбика без накида 1 2 3 далее вяжем 1 убавку и до конца ряда вяжем 4 столбика без накида следующем ряду провяжем 8 прибавочек вяжем в каждую петлю по 2 столбика без накида и итоговое количество петель у нас должно получится 16 маркер провязали новый ряд отметили следующем ряду вяжем 16 прибавок также провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида и итоговое количество петель у нас должно получиться 32 провязали новый ряд отметили следующие 4 ряда вяжем без изменения в каждом ряду по 32 столбика без накида провязали новый ряд отметили далее вяжем 6 столбиков без накида 1 2 6 далее вяжем одну убавку далее вяжем 15 столбиков без накида 1 2 3 15 вяжем одну убавку и до конца ряду вяжем 7 столбиков без накида 1 2 7 отмечаем новый ряд в этом ряду у нас должно получиться 30 петель далее вяжем 3 столбика без накида 1 2 3 плюс 1 убавка так вяжем до конца ряда и итоговое количество петель у нас должно получиться 24 провязали много ряд отметили далее вяжем 6 столбиков без накида 1 2 6 далее мы будем с вами увязывать ушка которая мы сейчас с вами свяжем вытянем немножечко петлю я ниточку здесь отрежу чтобы вязать ушка как 2 хвостик я сейчас не найду в матке потому что мой моточек размотался запутался и мне пришлось его замотать вот в такой клубочек вы же если у вас получится найдите второй конец матка правда это нужно было заранее связать этот это ушко чтобы не отрывать не люблю я делать лишние узелочки она что ж в этот раз получится так итак берем плюсовую пряжу основного цвета основной крючок и набираем 2 воздушные петли 1 2 во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида 1 2 и 6 да и вот этот хвостик кстати по длине и чтобы его удобно было потом завязывать на узелочки следующем ряду делаем 6 при бабочек провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида и итоговое количество петель у нас должно получиться 12 провязали следующем ряду вяжем 1 столбик без накида плюс 1 прибавка так повторим до конца ряда итоговое количество петель у нас должно получиться 18 провязали далее провязываем 1 воздушную петлю далее вяжем 4 столбика без накида 1 2 3 4 складываем наше вязание пополам так чтобы лицевая сторона смотрела вовнутрь и вот эти вот две части крайне провяжем вместе двумя столбиками без накида 1 и крайне столбик я провяжу крючком меньшего размера 2 протягиваем ниточку и отрезаем ее оставляя небольшой хвостик вот здесь вот эти вот края слегка под растянем чтобы там где мы делали при бабочки они не были уголками стали такой круглой формы вот этот вот хвостик сквозь столбики протянем к вот этому хвостику чтобы завязать их на узелочки снимаем плюс с хвостиков и завязываем на узелочки вот так вот выглядит первая часть ушка свяжем вторую часть это серединку белого цвета берем плюшевую пряжу белого цвета набираем 2 воздушные петли 1 2 во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида вяжем достаточно слабо 26 далее сделаем соединительную петлю ниточку протянем и отрезаем и оставляя небольшой хвостик с этих хвостиков снимаем плюш и между собой завязываем на узелочки вторая часть ушка готова прикладываем две части вместе и вот таким вот образом пришиваем друг дружки я же буду приклеивать их горячим клеем у меня готовы два ушка далее присоединяем ниточку если точно так же как и я отрезали ее для начала я сделаю так вот этот 6 столбик без накида полностью распущу 5 столбик без накида я распущу слегка и на нем сделаю присоединение ниточки так довязываю 5 столбик без накида далее вяжу 6 столбик без накида вот эти хвостики потом завяжу на узелочки берем одно ушко и провяжем вместе с головой игрушки двумя столбиками без накида 1 и второй столбик без накида далее вяжем 10 столбиков без накида 1 1 2 3 4 и 10 далее берем второе ушко и также провязываем двумя столбиками без накида вместе с головой кружки далее до конца ряда вяжем 4 столбика без накида 1 2 3 4 отмечаем новый ряд следующий 3 ряда вяжем без изменения каждом ряду по 24 столбика без накида провязали новый ряд отметили далее наполним голову игрушки наполнителем далее будем фиксировать глазки и мы будем фиксировать между восьмым и девятым рядами если считать от шеи там где мы делали первые прибавки 8 прибавок считаем этот ряд 1 2 3 4 5 6 7 и вот он 8 9 ряд между восьмым и девятыми рядами так я поближе посмотрела выровняла и вот у меня получается между ними два столбика между глазками все фиксируем заглушками для хорошей устойчивости головы игрушки берем наполнитель маленькими порциями и вот так вот серединке головы проталкиваем ее вот эту вот маленькую порцию наполнителя в шею и вот пальчиком вы прочувствуете что там есть еще такая вот пустота которая нужно будет так маленькими порциями постепенно запомнить наполняем так и постепенно поднимаемся наверх к макушке делаем стержень из наполнителя продолжаем наше вязание в следующем ряду вяжем 2 столбика без накида 1 2 плюс 1 убавка так вяжем до конца ряда итоговое количество петель у нас должно получиться 18 провязали новый ряд отметили в следующем ряду вяжем 1 столбик без накида плюс 1 убавка так вяжем до конца ряда итоговое количество петель у нас должно получиться 12 и наполняем наполнительным по ходу вязания провязали маркер можно уже снять следующем ряду вяжем 6 у бабочек подряд провязываем по 2 петли вместе за передние стеночки и провяжем так шесть раз провязали ниточку протягиваем вытягиваем и оставляя хвостик длиной сантиметров 10 далее этим хвостиком мы стянем вот это вот отверстие на голове возьмем крючок меньшего размера и как бы обвивая каждую петлю хвостиком стянем это этот зазор обвиваем петлю подтягиваем так еще один раз и выйти этот хвостик на заднюю часть головы снимаем плюш с хвостика и фиксируем его на задней стеночке любой подходящей петли на узелочки и уже окончательно прячем во внутрь вязания далее свяжем с вами хвостик берем плюшевую пряжу основного цвета основной крючок и набираем 2 воздушные петли 1 2 во вторую петлю от крючка провязываем 5 столбиков без накида 1 2 3 4 5 и теперь вяжем так в каждом ряду по 5 столбиков без накида и хвостик должен получиться у нас длиной 25 сантиметров у меня хвостик уже готовы далее мы пришьем этот хвостик кто еще игрушки берем швейную иглу и швейную нить сложную двое фиксируем и пришиваем хвостик так чтобы у нас это выглядело как будто бы хвостик выглядывает из трусиков не над трусиками а вот так вот вот в этом районе вот этот ряд навязали за задние стеночки каждой петли и вот следующие столбики и вот за эти столбики и фиксируем и так хвостик пришит хвостик принципе можно было и вязать по ходу вязания но я пробовала и у меня не получалось это именно по центру он у меня как-то смещался поэтому я решила его сделать пришивным далее оформим с вами мордочку для начала вышьем белки берем швейную иглу с большим ушком не плюшевую пряжу белого цвета и вышиваем белочки и 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 белки вышли далее вот эти хвостики расслаиваем находим заднюю стеночку любой подходящий нам петли на они фиксируем эти ниточки узелочками и прячем во внутрь головы игрушки далее вышьем носик я решила вышить его коричневым цветом заводим иглу где-нибудь рядышком вот здесь сбоку от глаз и вот эти вот два столбика это получается вот 8 9 ряд между ними у нас глазки и ряд ниже это седьмой ряд и вот эти вот два столбика но только будем формировать носик вот здесь вот вот в этой резьбе между получается седьмым и восьмым рядами сделали один обхват этих двух столбиков в резьбе и вот так вот будет 2 на 2 мы уже иглу выводим вот к этому первому хвостику вот так далее находим здесь заднюю стеночку петли завязываем один узелочек далее расслаиваем хвостики на равные части берем по одной части и с каждой стороны завяжем еще пару узелочков это для того мы делаем чтобы узелочек был более аккуратненький чтобы не было такой грубой шишечкой лишнее отрежем и прячем во внутрь головы далее вышлем ротик на этот раз я мальчику решила вышить ротик красным цветом заведем иглу где нему здесь боку и выведем в следующей резьбе между рядами ниже носика далее считаем 3 ряда вниз 123 и вот здесь вот посерединку посерединке ориентируясь по носику здесь вот заводим иглу и как бы обхватываем с внутренней стороны столбик в резьбе слегка подтягиваем далее делаем обхват вот это вот столбика в резьбе с наружной стороны вот таким вот образом сильно ниточку не натягивайте и далее отсчитан 3 вида вверх 123 ориентируясь по первой стороне заводим иглу выведем где-нибудь повыше и вот такой ротик у нас получился отрезаем лишние хвостики расслаиваем находим заднюю стеночку любой подходящей петли и фиксируем эти узел хвостики узелочками прячем по внутрь головы далее сформируем прическу нарезаем не из плюшевая пряжи вот такие вот ниточки длиною 7-10 сантиметров я нарезала их запасом чтобы было удобнее фиксировать потом лишнее по отрезаем и вот здесь вот на макушечке фиксируем вот таким вот образом причесочка готова мальчик-обезьянка тоже полностью готов девочку вяжем все точно также кроме ножа как я показывала в первой части и причесочку делаем по длине и чтобы удобнее было зафиксировать бантик а одежду комбинезончик и платье мы уже с вами свяжем следующей части и кстати мне кажется что мой эксперимент с цветом удался вот в этом цвете мне обезьянка очень нравится я надеюсь вам тоже и так кто не подписан на мой канал предлагаю подписаться нажать на колокольчик чтобы не пропустить третью заключительную часть видео мастер-класса влюбленные обезьянки всем спасибо большое за вязание вместе со мной всем пока пока